Привет, дорогие друзья! Сегодня у нас 28 апреля, Пасха, поэтому поздравляю всех православных со святым праздником Воскресения Господня. В межсезонье у нас, друзья, чем заняться охотнику, любителю капканного лова в межсезонье? Это, конечно же, подготовкой к новому сезону. Поэтому мы сегодня с вами пойдем на кировское предприятие по производству капканов Тропа-43. Познакомлю вас с очень хорошим человеком, зовут его Александр. Он нам познакомит нас с продукцией своего предприятия и более детально расскажет о новинках, о ценах на капканы непосредственно. Как найти данное предприятие? Адрес улица Энгельса, бывшая. Теперь она Преображенская, 79. Если кто плохо ориентироваться... Сейчас я нахожусь возле этого здания. Сейчас я нахожусь возле этого здания. Вот идет улица Преображенская. Значит, немного в стороне находится администрация, административное здание города Кирова. Справа от меня Октябрьский проспект. Чуть выше по улице бывший в НИОС Институт Пушнины. Он получается сразу за этим желтым зданием. Сейчас я выйду и все покажу. Так, зайти можно с главного входа. Вот он находится. Спросить вам, объясню, откуда пройти. Можно же поступить по-другому. Можно сделать немного иначе и зайти вот с этой двери. Ладно, заходим. Привет, Саня. Давай, Трех. Так, друзья, я хочу вас познакомить с очень хорошим человеком. Это Александр. Немного стесняется, ничего страшного. В общем, он изготавливает капканы на предприятии Тропа-43. Сейчас он более детально познакомит вас с продукцией данного предприятия. Пойдем, покажем. Ну, тебе надо сказать, что основное направление это проходные капканы, так называемые, гуманные. И есть некоторые виды следовых капканов. 5 и 7. Ну, начнем, наверное, с проходных. Так. Вот они как бы у нас почти здесь все представлены, кроме одного. Это 120. Да, начнем с наименьших размеров. Это обычный КП-120. Используется на куницу, но, я, наверное, думаю, вы видели. Или у Сергея видел их. И дальше идут некоторые его модификации. Это основной. Дальше идет КП-120. Один. С одной пружиной. Да, кире один. С одной пружиной. Позже я расскажу про эту штуку, предохранитель. Очень полезная вещь. Кстати, эта штука, она только, я видел, на кировских капканах. На березовских, там немножко другой предохранитель идет на них, да? Ну, я не знаю. Вроде сейчас уж начали аналог наших делать. Так. С одной пружиной. Используется также охотниками. Зверя держит, но убивает, я бы сказал, наверное, не мгновенно. Лучшая установка, это, конечно, в ящике. И основной минус этого капкана, очень тяжело его устанавливать. Нету дополнительной пружины для установки в ящик. Что пустое чего-то. Да, кстати, да, да, есть такой момент. Есть небольшая разработка. Такая, как бы, не знаю, кому понравится, кому не понравится. Тут балуемся всякими видами установок. Вот, покажу лично. Пробовала сам. Ну, как бы, идет и для обычных, и для с одной пружины. Это с пластинкой. Это как бы у вас жердь. Жердь. Да. С установкой тут чуть-чуть сложновато. Пружинка на гвозде, это пластинка на гвозде. Да, прибывается заранее к жерди, но не туго, чтобы капкан стоял и мог сработать. Есть небольшие минусы, что может обмерзнуть и будет задержка срабатывать. Да, наверное, нужно делать какой-то навес. Ну, да, крышу, да. Я пробовал, у меня все капканы, все установки с крышей. Поэтому он сработал. Вот. Как один из вариантов установки. Мажину отгибаете тут, маскируете, не даете ей пролезть сверху. Вот подобный момент. Он идет, капкан срабатывает. За счет авитохранителя и так же висник. Есть плюсы. Я, кстати, не видел такой способ. Ну, это я буквально вот тут осенью подумались. Нынче стоял, но у меня одна установка стояла, он сработал. Но у меня стоял обычный. Был бы как бы опыт, ну, подопытный этот вариант. Поэтому решил использовать на обычном, чтобы уж сто процентов сработал. Но из-за того, что у меня стоял на жерде и были ветки, он все равно не упал. Не упал бы? Нет. Ну, ветки не дала этот пургик. Понял. Дальше идет КПР-120Л, облегченный вариант. Новинка, да, получается? Он уже изготавливается, наверное, года два у нас. Как бы показался с нормальной стороны, но все-таки встречаются проловы. Бывают, да? Бывают проловы, но кто-то, говорит, вылазит, кто-то, не знаю. Лично у меня стояло нынче, ну, штук, наверное, пять их. Так, в чем отличие это получается? Здесь есть проволока. Тут шестерка идет на рамке, тут пятерка. Тут пятерка на пружинах, тут четверка. Все, понятно. Вот, основное отличие, это вес не 150 грамм. Понимаешь. Ну, для ходовых охотников, то в основном поставьте их на себе. Вот такой вариант. Не знаю, мне нравится, но были и проломы. Не могу объяснить, чем. Или она вылезла, или она сбила, не знаю. Но были проломы. 120-х не было проловов. У облегченок было, ну, небольшой, но там, может, из 10-ти сработать, может, две, непонятно из-за чего. А я чего, две панички нет. Ну, да, может, птица сбила, потому что он легче, он как бы, я не знаю. Не могу утверждать, что произошло с этим каптаном. Почему он был сработан, а никто не попался. В ящике стояли, и все, 100% все попались. Козырец. Понятно. Так, дальше идет у нас КП-140. Чуть-чуть побольше используются также в ящике и на жерди. На жерди-то ты ставишь. 140-в я не использую вообще, не пробовал. Ну, в основном есть, ну, как всегда, есть два вида охотников, которые говорят, что чем больше, тем лучше. Понятно. Ну, в основном это как бы... Я слышал, что соболь более, как бы, он такой осторожный зверь, его используют, чаще-чаще используют... На соболе, как бы, берут и 120-е, и 140-е по отзывам охотников, что чем побольше рамка, тем соболь идет активней. Ага. Это лично охотники, которые у нас заказывали капканы и первый ряд. Это с Якутии ты говорила? Нет, с Якутии люди, которые есть, 160-е. Вот якутские охотники у нас брали капканы, они брали 160-е. Чтобы уже наверняка, так сказать. Да, да, чтобы наверняка, чтобы он уже не боялся. Есть видео, там можете где-то поискать, не знаю, как правильно. Есть видео, чтобы попадалось даже кабарда в этот капкан, 160-е. Ну, и дальше идет 180-е. Также слышал, что используют на соболе. Большой он уже такой. Я не знаю, у нас лично соболе нет, я не могу его... Да, да. Что-то проверить. Судить о нем? Да. Также чуть-чуть там лисица, енот. Енот-видная собака, точнее. Ну, и енот для южных районов у нас используют. Так, что-то мы выставляем. Ну, и дальше идут... Уже большие капканы. Большие капканы. 250-й, это основоположник, я бы так сказал, и всех бобровых капканов. Может, конечно, и громко сказано, но изначально были только вот такие. 250 на 250. Потом со временем люди начали, охотники у нас просить большие размеры. Появились 250 на 320, расширенный, и 320 на 320. Как бы, большей популярностью в последнее время начал пользоваться он. Вот этот, да? Да. Тоже, я думаю, связано с тем, что капкан больше, зверь меньше боится. Но, по отзывам также охотников, выдра его проскакивает почти полностью. Ловит часто за задние лапы, хвост и прочее. Маленького бобра давит по живот, убьет. Я не знаю. Ну, чуть-чуть смысл и гуманности тогда теряется, если он его не умертвляет сразу. Согласен. Есть определенные стандарты. Сейчас вам точно не могу сказать, какие. Но удар должен проходить по шее, если есть. Все по науке. Понятно. Так, и еще я смотрю, еще у вас... Есть еще... Совсем большие капканы. Мега-мега-супер капкан. КП-320 на 600. Ну, это уж, я не знаю, люди просят поделать. Понятно. Лично. Вот такие капканы, на мой взгляд, я бы на Воброгневе на протоках на широких ставил, чтобы меньше перегоржить. Значит, с насторожкой, основная проблема была, что придумать с насторожкой, чтобы перекрыть большую площадь срабатывания. Ну, придумали вот. У нас вот такая. Ага, понял. Это проволока? 2,5. Не оцинковка ничего не держала? Оцинкованная. А это получается? Это восьмерка? Восьмерка, да. Эти большие капканы делаются из восьмерки и пружины из восьмерки. Понятно. Еще усилены дуги, да? Да. И чтобы прогиба не было дуги при срабатывании, они усилены, навалены. Усилены. Это тоже, как бы, по отзывам, что выдра проскакивает, бобр тоже где-то с краю старается пролезть. Все равно их, как бы, видят. Видят, да. На осторожность ее не замаскировать. Ну, ловит. Ловит все равно есть. Вот. И еще одна вещь. Эти декорники сделайте. Давайте покажу на примере. Вот, к примеру, сто сороколовых. Есть на маленькие два вида. На маленькие и на большие капканы. Ага. Вот. Вот такая незамысловатая вещь. Одна на все капканы. Ну, как, на одни виды капканов. На маленькие один, на большие другой. Какого количества у вас не было. То есть, получается, на работа-то. Да. Многие не заказывают, не покупают, потому что даже не знают, как им пользоваться. Сжимаете, надеваете на рамку, уже на взведенную. Ага. Все. И устанавливаете. В ящике, если ставить капканы маленькие, он помешает. Так что, он нужен только так, замаскировать, носить. Капкан, даже если на сторожке снят. Носите, все. Установили полностью. Как бы зафиксировали капкан, что на больших, что на маленьких. Потом только сдавливаете и надеваете на сторожку. Крючки уже сняты. Также сжимаете и снимаете. Все. Капкан. Я вот не пользовался таким предохранителем. В этом году я купался в капкан. Очень неприятная штука. Очень неприятно, да. Потому что в рукавице и лыжи были под ногой. То есть, одной рукой смог сдавить пружину, а вторую пружину я сдавливал уже ногой. Так что, я думаю, стоит он не так дорого. И нужен тем более один. Согласен. Повесить его, кунать, на шее. Ну да. Кто-то, если в лодке плавают, люди, охотники, кто с лодки встанали, от капкана была, они привязывают к нему дополнительный какой-то поплавок. Чтобы даже если выранили, он... Кто-то на веревке где-то увидел. Крючки два. Всякий случай. Потому что пальцы не лишены. Так, хочу еще показать, ребята, сколько здесь капканов. Чтобы у вас немножко разбежались глаза. Малая часть. Как вообще заказы-то идут? Ну, сейчас сезон кончился. Я думаю, что в межсезоне это наоборот самое время запастись капканами. Ну, да, а не пить просто. Во время сезона. Ваше нестабильное время. Ну, согласен, да. Так, и еще у вас ногозахваты есть? Да. Сколько я знаю. Номер 7. Вот этот упад. Был разработан специально для отлова волка. Можно использовать для отлова бобра, баксука, выдраль. Мощный капканчик. Да, вес его 2 с лишним килограмма. 2-300. Ага. Все. Вот выборка яс усиления, чтобы не прогибались. Волк он уже грузет, вертюк. Ввертюк, сварной. Ну и симочного веса, как бы, натягивайте симки. Все. Недавно собрал капкан мужик в Якутии. В целую стаю волкового депутата. Ну, он уже, да. Капканы разрабатывались не за один день, поэтому тут были учтены все пожелания охотников и прочее. Поэтому ловят хорошо. Установки не высоте. 3 установки. Ну и капкан, наверное, 5. Это пятерка, да? Пятерочка, да. Так, конечно, хотел бы сразу сказать, что они не запрещены к использованию при отлове некоторых видов зверей. Но все же. Понятно. Вертюк тут уже немножко другой. Да, тут вертюк попроще. Он был изработан для отлова бобра, китандры, более таких, менее слабых зверей. Ну и высота захвата достаточно, чтобы... удержать. Можно использовать как для жилоотлова, если сделать специальные резиновые накладки. Были в институте в свое время разработаны. Когда жилоотлов, расселение каких-то видов проходило, там, сурка, барсука, делали резиновые накладки, лапу не ломало, если быстро проверить, ну, чаще проверять. Просто отлавливали и расселяли. Ну да, как вариант, согласен. Не, как и нет. Ну а что еще сказать? Да. Также есть комплектующие. Можете у нас привезти на эти же кавканы. Так, по ценам, наверное... Цены на сайте можете посмотреть. На сайте ТРОП-43, да? Да, есть опровые, есть всякие. Ты сейчас на вскидку вот так не скажешь? Ну, по каждой кавкану. Да. Интересно, думаю, будем будет. Ну, давайте начнем так же. КП-120, 270 рублей. Облегченный, аналогично, чуть-чуть потремливый. Нет, он не дешевле, он стоит так же, чуть подольше его делать, там есть свои заморочки. КП-140 300 рублей, 160 330, 180 380, КП-250 600 рублей, расширенный КП-250 на 320, так, 650 рублей, 320 на 320, 680 рублей. Один предохранитель 100 рублей. Номер 5, а так, еще 320 на 600, 1300 рублей. Предохранитель сказал, вот там номер 5 750 рублей, и номер 7 900 рублей. Понятно. Ну, и отдельно комплектующие, но это там. Система каких-то скидок, наверное, еще есть. Да, там, при закупке на определенную сумму, определенного количества, и... В общем, ну, как накопительные. Ребят, я номер телефона Саше оставлю под видео, и включу его в само видео. В общем, звоните, он вам более детально все расскажет, и думаю, что скидочку получите хорошую. Я в свое время получил хорошую. Ну, Сергей тоже в свое время уже купил их. Да, я взял партию капканов здесь. И не в обиду березовскому заводу, но капканы здесь у меня получились на порядок дешевле, чем березовские капканы. Вот. Ну, еще что не знаю, что... Легоч, игровой привет. На ремонтру капканов, я не знаю, какие-то, может, вопросы есть. Так, ну, я вот слышал, что вот быстро вот эта вот штука... Ну, тут, видите, основная... Не сживая от себя. Насторожка. Да, потому что идет... Ну, что, бобра все равно... Когда капкан срабатывает, насторожку засидывает хоть куда, может, под рамку завернуть. А тут же идет скрутка. Ну, как? Хотя своеобразная скруточка работает. Ну, да, тут, чтобы лишних движений не было, проволока не играла. Ну, и тут идет напряжение металла все-таки. Ну, да, все равно. В этом месте. И хоть мы и стали делать из оцинковки это все, но все равно, ничто не вечно. Так что, люди, вы не обижайтесь, что у вас что-то может сломаться, но такая вещь, и зверь попадается, бьется все-таки сколько-то. Со временем может отпасть. Как бы и занимаемся ремонтом... Сколько стоит? Давайте я уж так... Не буду гидать. Тут и разные есть цены. С ремонтом одна цена, без ремонта другая цена. В общем, надо звонить. Да, лучше по телефону обсуждайте, потому что, как бы, на свои капканы дешевле, на чужие капканы других производителей подороже. А это не точная копия этих канадских каниберов? Ну, да, было в свое время еще, когда институт в него занимался гуманизацией промысла, так сказать, разработкой капканов. Образец был перевезен из канады. Да. Есть один определенный конструктор, который начал чуть-чуть переделывать. Основное, конечно, насторожка. А, в принципе, и все остальное осталось так же. Понятно. Березов, как я видел, насторожка у них немножко такая... она, так сказать, так, крючком идет. Крючком такая пластинка идет, и в нее уже усики вставлены. Ну, вот, у них более похоже на канадскую. На каник. На канадскую, да. У нас, как бы, клуговое действие. Настовожка – это основное отличие, так сказать, наших капканов от березовских. То есть у нас работают в любую... Да, давайте я на двух сторонах покажу. У березовских тоже есть там... Но не начать, да, какие-то аналоги, как я понял. Вот, ну, кольцо. Что даже если зверь пойдет сбоку, ага. Капкан сработает. Согласен, да. И вот. Вперед, назад. Ну, круговое действие, я не знаю. С любой стороны, в общем, будет работать капкан. Да, откуда бы зверь ни пошел, где бы он ни пылес. Он все равно будет, на мой взгляд, стараться искать более такое, большое, широкое место, чтобы пролезть. Соберем осторожный зверь. Что еще? Я не знаю, что еще показать, а сказать. Ну, это вот наше приспособление. Хотелось бы добавить, Саня, сам ловит куницы, очень хорошо у него получается. Да, ну, это так. Какой результат-то улетучил? Нет, я не буду говорить так, что это все было. Скажу я, хороший результат. Хороший результат, определенное количество. Если сравнить, да, количество поставленных кавканов. Так, я не знаю, ну, по отлову это уже, по всем тонкостям, не знаю, к Сергею, видео все написано. Смотрите, мой канал. Ну, там, не знаю, все спрашивают, на что ловить, на что ловить, но я ловлю только на бобретину. На бобретину? Да, если куница, по кунице, это только ловить. В принципе, куница, она зверь, я не скажу, что она осторожна, она осторожна зверя, она не боится ни металла. Да, она не купила. Не провариваю капканы, я их просто, допустим, перед установкой натираю пихтой. Ну, все. У меня тоже, я вот как его взял, вот такой, прям поставил, и все, ничего на них не боится. Опыт этими капканами у меня один везет. Ловят? Ловят, хорошо. Да, ловят. Не знаю, что еще можно сказать. Самое главное, что они, звери очень быстро гимнедные, не мучаются. Да. Но есть и маленькие минусы, это, что он чуть-чуть, обычный даже КП-120 чуть тяжелее, чем следовой. Чем следовой, да. Ну, и то, что, бывает, что зверь попадается так, что невозможно достать из капкана, пока не разморозишь. И сама установка у него немножко посложнее. Так что, не знаю. Ну, а по словесу... Закон есть, закон есть закон, его надо соблюдать. А законы не мы придумали, так что так мы делаем. Все понятно. Что еще, Сергей? Так, лыжи вы еще продаете? Лыжи, да. Занимаюсь как-то так. Цены не смотрите, они сейчас чуть-чуть другие. Цены, лыжи так же. За шуторщину, да? Да. С лыжного комбината в деревне шуторщина. Не знаю, лично не пользовался ни одним. Я вот биатлон бегал на таких лыжах. Вот там были. Ну, как? Пробежал-то я первый, отстрелялся плохо. В итоге ничего не занял. А по качеству что? Скажешь. У меня двое таких лыж. Хожу, в принципе, ничего не надо. И швы там не выделяются. А я, видишь, не подхожу к дверю. Просто шумят, конечно, чума. А кому взял? Вот есть с искусственным. Кому с лыжи? Кланирую. Искусственный. Отзывов я не знаю. Берет. Хорошо, но насколько это долговечно просто. Пока неизвестно. Ладно, ребята. В общем, телефон я оставляю. Звоните, пишите комментарии. Постараемся ответить. Да, я снимал лишь что-то не так сказано было. Продолжение следует... Продолжение следует...